Общее сведение – металлоз глаза, заболевания, которые зачастую рассматривают в контексте профессиональных патологий. Болезнь наиболее распространена среди металлургов, токарей, сварщиков. Согласно собранным в офтальмологии статистическим данным, около 78% случаев обусловлены несоблюдением техники безопасности на производстве. Соотношение встречаемости сидероза-халькоза составляет 2. 1. Развитие классической клинической картины-халькоза наблюдается, только если сплав осколка не менее чем на 85% состоит из меди. Металлоз чаще диагностируется у лиц мужского пола работоспособного возраста, что связано с условиями труда. Отмечается повсеместная распространенность. Металлоз глаза – причина металлоза глаз. Возникновение заболевания обусловлено попаданием металлического обломка в глазное яблоко. Основные факторы риска представлены несоблюдением правил личной безопасности при работе с металлом в бытовых или производственных условиях. В редких случаях сидероз развивается при отложении эндогенного железа, образованного из элементов крови при массивных внутриорбитальных кровоизлияниях. Внедрение медь содержащих инородных тел внутри глазницы чаще провоцируется травматическими повреждениями вследствие взрыва патронов, мины, гранаты. Клиническая симптоматика халькоза прогрессирует при попадании в глаз не только меди, но и медных сплавов. Патогенез металлоз возникает в том случае, если металлическое инородное тело глаза не было своевременно изъято. Окисление обломка ведет к токсико-дистрофическим изменениям внутриглазных структур. Развитие сидероза провоцирует токсическое воздействие продуктов окисления железа. Это приводит к окрашиванию рядом расположенных структур в ржавый оттенок, помутнению хрусталика и нейроретинопатии. В фотогенезе халькоза ведущие значения отводятся окислительным процессом, который вызывает медь. Отложения пигмента приобретают желто-зеленый или голубой оттенок. На первую очередь поражается хрусталик, роговая и сетчатая оболочки. Классификация металлоз глаз – это приобретенная патология. В зависимости от типа металла, из которого состоит инородное тело, заболевание классифицируют на сидероз и халькоз. В соответствии с клинической классификацией выделяют следующие стадии – айлатентная. Характеризуется развитием типичных признаков травматического повреждения, образованием перфорационного отверстия, вторичными изменениями. Внутриглазных структур – наличием чужеродных металлических частиц. Два начальных проявлений. Возникновение симптоматики обусловлено окислительными процессами, которые провоцируют патологический агент в орбитальной полости. Задняя поверхность роговицы пигментирована. Полевидное отложение пигмента визуализируется на оболочках переднего сегмента глазного яблока и в стекловидном теле. Триразвитой металлоз. Пигментные отложения проникают в толщу роговой радужный оболочек хрусталика стекловидного тела. Поражение сетчатки имеет вид пигментного ретинита. Айвитотальная. Массивное отложение пигмента цитов приводит к помутнению хрусталика деструктивным изменениям оболочек. Симптомы металлоза глаз. На начальном этапе заболевания пациенты предъявляют жалобы, связанные с ранением глазного яблока металлическим обломком. Возникает выраженная боль в глазнице и образуется субконъюнктивальное кровоизлияние. Боли эрадируют в область надбровных дуг, лобные и височные доли. Даже при небольшом размере инородных частиц больные отмечают выраженный дискомфорт, который сопровождается сжением эрезии в глазах, повышенным слезотечением. Дальнейшая симптоматика обусловлена токсико-дистрофическими изменениями структур глаза. Специфическим симптомом хронического халькоза является гиперохромия радужки, при которой на стороне поражения определяется зеленоватая окраска. Реже удается визуализировать кольцо козера флейшера, появляющиеся на границе роговой оболочки и склеры. Характерное проявление сидероза – гемеролупия, при которой резко нарушена темновая адаптация. При прямой форме заболевания вокруг осколковой является зона гиперпигментации. Непрямой вариант патологии длительное время не имеет специфических симптомов. Обычно металлический осколок становится случайной диагностической находкой. При поражении макулярной зоны резко снижается острота зрения, появляется пелена или туман перед глазами. Прогрессирование патологии приводит к слепоте. Следствием повреждения парамакулярных отделов является формирование скотом, нарушение периферического зрения, цветобоязнь. При маленьких обломках патология продолжительное время имеет бессимптомное течение, однако пигментная дисперсия ведет к прогрессированию вторичных осложнений. Поражение сетчатки проявляется появлением мушек, фолизрения, что свидетельствует об отслойке оболочки. При дистрофических изменениях стекловидного тела пациенты обнаруживают плавающие помутнения перед глазами. Зрительная дисфункция проявляется фотопсиями, метаморфопсиями. Типичная клиническая картина металлоза развивается спустя несколько месяцев или даже лет после проникающего ранения. Осложнение в большинстве случаев данная патология осложняется катарактой, что вызвано скоплением частиц пигмента в толще хрусталика. При распространении процесса на внутреннюю оболочку возникает и ее отслойка. Нарушение внутриглазной гидродинамики приводит к вторичной глаукоме. У большинства пациентов удается диагностировать признаки офтальмогипертензии. Помутнение стекловидного тела может переходить в его полную деструкцию. Наиболее тяжелое осложнение металлоза – полная слепота. Механическое повреждение у веального тракта провоцирует кровоизлияние в стекловидное тело или переднюю камеру. Диагностика постановка Диагноза базируется на анамнистических данных, физикальном осмотре пациента офтальмологом и результатах инструментальной диагностики. Визуально определяется травматическое повреждение глазного яблока, реже рубцовые изменения оболочек. Из анамнеза удается установить связь между развитием заболевания и травмой проведением оперативного вмешательства. В комплекс офтальмологического обследования входит визометрия. На одной-двух стадии острота зрения снижается незначительно. Нарастание вторичных изменений на трех-четырех стадиях приводит к выраженной зрительной дисфункции вплоть до слепоты. Периметрия Зрительное поле сужается по концентрическому типу. Гониоскопия Дает возможность выявить фигментное отложение в углу передней камеры. По окраске патологических включений можно судить о виде металла. Голубой или зеленоватый цвет говорит о меде коричневой, о железном и народном теле. Узи глаза Позволяет визуализировать инородное тело в полости глазницы, а также изменения заднего полюса глазного яблока при помутнении хрусталика. Определяется неоднородная эхогенная структура оптических сред. Бесконтактная тонометрия При закупорке пигмента цитами дренажной системы повышается внутриглазное давление. Биомикроскопия глаза На одной стадии визуализируется незначительное изменение оптических сред. Рубцы на роговой оболочке признаки травматической катаракты. При двух стадиях наблюдаются поверхностные пигментные отложения на радужке и передней капсуле хрусталика. Характер деструктивных изменений зернистой, реже не щитой. На трех стадиях глубокое проникновение отложений обуславливает развитие катаракты, образование ватоподобных помутнений. Автальмоскопия При осмотре глазного дна определяются признаки пигментного ретинита. Из-за патологических включений сетчатки распространены случаи ее периферической отслойки. Рентгенография орбиты Позволяет выявить рентгеноконтрастные инородные частицы, установить их локализацию и характер повреждения костных стенок. Лечение металлоза глаз Лечение пациентов с металлозом глаз проводится в два этапа. В начале показано хирургическое удаление инородного тела из орбитальной полости. При наличии воспалительной реакции со стороны глазных оболочек требуется короткий курс антибиотиков и глюкокортикостероидов. Длительность консервативной терапии составляет 5-7 дней. При высоком риске сужения зрачкового отверстия назначается инстилляция медриатиков. Дополнительно может использоваться внутривенное введение ингибиторов протиолиза, витаминотерапия. Применение ионитиолы обеспечивает связывание токсических продуктов металла с их последующим преобразованием в неактивные соединения. Эффективность йодистого калия доказана только при одном, в меньшей степени двух стадий болезни. Тактика ведения больных на следующем этапе определяется характером вторичных изменений со стороны глаза. Развитие катаракты требует проведения фукоэмульсификации с последующей имплантацией интракулярной линзы иол. При возникновении симптомов офтальмогипертензии назначается гипотензивная терапия. В случае вторичной глоукомы консервативное лечение неэффективно, поэтому показано оперативное восстановление пути оттока внутриглазной жидкости. При первых признаках отслойки сетчатки осуществляется лазерная коагуляция. При выраженной деструкции стекловидного тела проводится витриолизис. Тотальное поражение требует выполнения витрыктами.